Разросшиеся деревья могут сломаться и упасть в любой момент. Тем более во время сильного ветра или ледяного дождя. Поэтому после сильных морозов, которые держались в регионе, несколько недель благоустроители возобновили снос и обрезку аварийных деревьев. Мы работаем во всех районах города. Продолжаем. В связи с погодными условиями мы не могли работать при температуре ниже 20 градусов, так как это связано с техническим состоянием наших автовышек. Вот сейчас пришло потепление, и мы приступили, работаем в трех районах. Специалистам предстоит привести в порядок 64 дерева в Ленинском районе, на участке от улиц Карла Маркса до Шевченко. Сносят поэтапно, работая на автовышке, сначала срезают верхние сучья. Затем опиливают ствол частями, чтобы не повредить расположенные рядом коммуникации и здания. Рабочую зону обязательно огораживают сигнальной лентой, чтобы избежать несчастных случаев. Следующие точки – 51-я школа в Засвияжье и улицы Хрустальная и Вольная в Киндяковке. Сегодня работаем на Хрустальной 25 на территории детского сада. Спилим аварийные деревья вокруг детского сада, вдоль забора. Без вышки сегодня работаем, которые деревья можем положить так, их пилим. Осталось на этом объекте семь деревьев, пилили пять. Осложнять с тем, что трудно подъехать на вышке, у которой осталось, а не сложные деревья. Работает город Зеленхоз по муниципальному заданию, а также по заявкам жителей и организаций. Также в этом году к работе дополнительно привлекут сторонние профильные организации. Анна Тищенко, Управда ТВ